Библейский портал экзегет.ру представляет 37 глава книги «Бытия», перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала «Экзегет». С 37 главы начинается самая большая часть книги «Бытия», это роман об Иосифе. Это, на самом деле, отдельная книга, хотя она входит в состав книги «Бытия», но она совершенно самостоятельна. В ней, в общем, вот если бы ее сделали отдельной книгой Библии, никто бы не сказал, что она должна быть частью чего-то большего. И это авантюрный роман, приключенческий, местами детективный, местами любовный, местами назидательный очень. И как-то ему не место, мне кажется, в священном писании. Мне казалось бы, потому что вот до сих пор какие-то очень важные вещи про Бога, про договор Авраама с Богом, и про его потомков Исаака, Якова, которые в этот договор вошли. А тут какие-то страсти земные, человеческие. Но мы читали про Якова, сколько страстей у него было в жизни, сколько было обманов, сколько было всяких хитростей, и как он добивался своего. И вот Яков получил имя Израиль, получил покой, спокойную жизнь в своей земле, где, в общем, все хорошо, где его все уважают, все боятся окрестные народы. Никто к нему не пристает. Вот только бы теперь жить и радоваться, да? А начинает происходить какая-то ерунда. Почему она происходит? Зачем это описывать? Вот это история израильского народа, когда этот народ состоит еще из одной семьи. Но с самого начала в ней что-то не ладится. А Яков поселился в Ханаане, в стране, где прежде жил его отец. Ну, это вот задает нам место. Вот рассказ про род Иакова. Иосифу было 17 лет. Я напомню, Иосиф — это его сын от любимой жены Рахили. И еще там есть Вениамин, но Вениамин совсем малыш. Иосифу было 17 лет. Он пас овец вместе с братьями, помогал сыновьям Вала и Зелфы, но это другие дети Якова от двух наложниц, и ябедничал на них отцу. Иосиф родился у Якова уже на склоне лет, так что Яков любил его больше, чем прочих сыновей, даже подарил ему цветную рубаху. Смотрите, Ябеда, да еще и модник-выскочка, да? Такой заносчивый мальчишка на самом деле. Когда братья увидели, что отец любит Иосифа больше, чем их, они так возненавидели Иосифа, что даже не могли с ним разговаривать по-доброму. Ну, у кого многодетные семьи, представляете себе, как это бывает. Да, Иосиф заносчивый и не скрывает этого. Как-то раз Иосифу приснился сон. Он рассказал его братьям, и те возненавидели его еще сильнее. «Послушайте», — сказал он, — «что мне приснилось, будто мы вяжем снопы в поле». И мой сноп стал прямо, а ваши снопы окружили его и поклонились ему. Братья ответили, — «Так, значит, царствовать над нами собрался, начальником быть над нами». И возненавидели его еще больше, из-за сны его, из-за рассказа. Ну, приснилось, помолчал бы. А Иосифу снова приснился сон, и он снова рассказал его братьям. Даже братьям, ладно бы, еще отцу, который его выделяет. «А я видел во сне, будто солнце и луна и одиннадцать звезд поклонились мне». Скромненько так, да? «Когда он рассказал этот сон отцу и братьям, то отец отругал его. Что за сны тебе снятся? Получается, что мы все, и я, и твоя мать, и твои братья, придем и пойдем к тебе в ноги?» Братья разозлились на Иосифа, но отец запомнил его рассказ. Кстати, так и получится, но это еще будет очень нескоро. Вот смотрите, Иаков хитрец, он все время что-то находил вот такое. А Иосиф простодушный, но очень заносчивый паренек, да? Вот разные характеры, разные поведения. И одновременно это что-то про то, что дальше будет случаться в израильском народе, но и вообще с любыми людьми это периодически случается. «Как-то раз братья Иосифа ушли пасти отцовских овец в окрестностях Шехема, того самого города, который они там разрушили, там была скандальная история. Будет сейчас еще скандальнее. Израиль сказал Иосифу, твои братья спасут скот под Шехемом. Давай я и тебя к ним пошлю. А Иосиф, значит, прятца любимчик, да? Я готов, — ответил Иосиф отцу. «Сходи, — сказал тот, — посмотри, как у них дела, что со скотом. Вернешься и расскажешь мне». Отец простылся с Иосифом, оставив Хевронскую долину, Иосиф пошел в Шехем. Там ему встретился какой-то человек. «Что ты здесь ищешь?» — спросил он у Иосифа, бродившего по полю. «Я ищу своих братьев», — ответил Иосиф. «Скажи мне, где они пасут скот?» «Они отсюда ушли», — сказал ему тот. «Я слышал, как они говорили, что пойдут в Дотан». Ну, это тоже город где-то в окрестностях. Иосиф пошел за братьями и нашел их в Дотане. Те уже издали, приметили Иосифа, и пока он приближался, сговорились его убить. Ничего себе, за всего лишь заносчивость и то, что отец его больше любит, убить. Вот та же решительность, с которой они в Шехеме истребили весь город за изнасилование своей сестры. Но здесь вообще мелочь, да? Подумаешь, сны рассказал 17-летний мальчишка. «Вот и наш сновидец», — сказали они друг другу. «Убьем его, бросим в яму и скажем, будто звери его загрызли». Вот и поглядим, как сбудутся его сны. Удобный повод, отец не увидит. Рувим это слышал старший и спас Иосифа. «Не надо его убивать», — сказал Рувим. «Зачем проливать кровь? Чем убивать его своими руками? Лучше бросьте его в ту яму посреди пустыни». На самом деле он хотел спасти Иосифа и вернуть его отцу. А яма — это, скорее всего, резервуар, который был для сбора воды. Вот сезон дождей он наполнялся, но сейчас, видимо, высох. «Как только Иосиф подошел к братьям, они сорвали с него его цветную рубаху, ту самую, да, униформу любимчика. Схватили его и бросили в яму. Яма была пустая, воды в ней не было. Только братья сели за еду, да, то есть нормально, так одного брата там на смерть обрекли и сели покушать. Причем, скорее всего, покушать то, что он им принес. Отец же наверняка с гостиницами его отправил. «Как увидели, что со стороны Галаада показался караван измаильтян?» Измаильтяне — потомки Измаила, да, это брат Исаака. «Их верблюды везли в Египет благовонные смолы, ладан и бальзам. Иуда сказал, какой нам прок убивать брата? Придется скрывать пролитую кровь. Лучше продадим его измаильтянам, и наши руки будут чисты. Все-таки, что нам брат родная плоть?» Да вот какая-то совесть немножечко гложет, да. Убивать не будем, всего лишь рабство продадим навсегда. Братья согласились. Когда медианские купцы подошли ближе, они тут измаильтяне, медианитяне, но, видимо, не очень понятно им самим было, то ли они жили в Мадиаме, а были измаильтянами, ну, неважно. Подошли ближе, то братья вытащили Иосифа из ямы и продали измаильтянам за 20 шекелей серебра. Те повели его в Египет. Шекель — это 10 граммов, то есть не так уж и много. 200 с небольшим граммов серебра. Ну, видимо, по бросовой цене, лишь бы избавиться. Рувим вернулся, подошел к яме, Иосифа нет. А он, видимо, отходил, не сказано, что и как. И в знак скорби он разорвал свои одежды. «Мальчика нет», — сказал Рувим, вернувшись к братьям. «А я, куда мне деваться теперь? Он же старший, он как бы в ответе за всех. Братья взяли рубаку Иосифа, зарезали козла и выпачкали рубаху в крови козла. Потом принесли ее отцу и сказали, вот что мы нашли, посмотри, это рубаха твоего сына, то есть даже не нашего брата. Да, вот насколько они от него отделились. Увидел Иаков и закричал, рубаха моего сына, его звери загрызли, растрезали, растрезали Иосифа. Ну, так и есть, только не совсем не до смерти. Загрызли и звери эти его родные братья. И разорвав свои одежды с одним лишь куском грубой ткани на бедрах, Иаков оплакивал сына много дней подряд. Сыновья и дочери пришли к нему, чтобы утешить, но Иаков не желал утешиться. Нет, говорил он, буду оплакивать сына, сплачем, сойду к сыну в Шеол. И продолжал оплакивать Иосифа. А медианитяне тем временем отвели Иосифа в Египет и продали Патифару. То был сановник фараона, начальник стражи. Что будет дальше, сбудутся ли сны? Мы, наверное, надеемся, что все будет хорошо, но не знаем как. И тут возникает 38 глава, которая совершенно непонятно, зачем здесь нужна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова